Всем самое раннее. Доброе утро, с вами Оля, вы на моем канале и я хочу вам показать, что пишет мой календарь. Смотрите, превращай мечты в цели. Замечательное послание, кто согласен, можете написать в комментариях. Я согласна на все, 100%. Новый день, новые мечты, новые цели. Поехали. Еще раз всем привет, мои хорошие. У меня еще без 5,8. Дело в том, что у Яночки сегодня перед уроками классный час, он в 8 утра начинается, поэтому я ее пораньше завезла, но сама приехала спокойно, зашла, все включила, заварила себе кофе, потому что ждать, пока откроются круассаны, целый час надо будет, поэтому я решила заварить, что у меня тут есть. И подготовила перчатки, масочку уже, ну маску приходится на подбородке носить, а вот перчатки я быстренько одеваю, когда заходит человек. Все, я готова к рабочему дню. Сегодня он у меня будет долгий, за счет того, что я целый час раньше открылась, но, знаете, как бывает, день бывает по часам долгий, а пролетает вот так вот в одно мгновение. Я с очень хорошим настроением проснулась, Яночка хорошо проснулась, мы еще даже умудрились посидеть на кухне, пообщаться, что по утрам, поверьте, бывает крайне редко. Обычно так, все в моменте, знаете, сборов, бега, какой-то нервотрепки, сегодня все абсолютно спокойно. И, наверное, на меня действует начало вот чтения этой книги, про которую я вам вчера вечером рассказала, потому что, конечно, немножечко меняется, даже в целом, наверное, меняется мировоззрение и понимание каких-то глубинных процессов. В общем, я хотела копнуть, в общем, я копнула так очень глубоко. Я рада, что мне именно эту книгу посоветовали. Действительно, очень-очень много сейчас мыслей в голове, и там, конечно же, я еще только начала читать, да, и там вот именно объясняется, почему мы с вами создаем вокруг нас именно ту реальность, с которой мы существуем. Очень интересно. Я решила сделать фотографию вот этой книги, чтобы когда вы мне задавали вопрос, Оля, а что почитать, например, по саморазвитию? А я вам, опа! И вот такую красивую фотографию. Фотография будет называться «Зайцы, плохого не посоветуют». Как вам идея? Единственное, что на улицу пока не выношу, фотофон попробую здесь. Надеюсь, сильно теней не будет. Просто там еще достаточно так пасмурно, еще такого света хорошего нету пока на улице. Попробую здесь, в общем, сделать и сажусь читать. Я тут дочитала одну из глав книги, и понимаю, что мне надо чуть-чуть времени, чтобы осмыслить все то, что я прочитала, потому что, ну, чтобы перейти дальше к чтению и грамотному восприятию всей той информации, которая в этой книге указана. И для того, чтобы поразмыслить над прочитанным, я решила порисовать. Это идеальное вообще получается у вас сочетание, да, то есть вы рисуете, вы углубляетесь в творческий процесс, в это время у вас постоянно идет мыслительный процесс в голове, но его я направила именно на тему того, о чем только что прочитала, точнее не только что, уже где-то час назад, потому что я уже час рисую. И знаете что? Помните, я вам говорила, что вот эта вот картина с велосипедом очень сложная, что там очень-очень много мелких деталей. Так вот, я еще не начинала просто рисовать вот эту картину. Вот здесь много мелких деталей, до такой степени мелких, что я вот так вот к носу прикладываю эту картину, чтобы увидеть цифры, какие там нарисованы, потому что там просто тонюсенькие черточки, и здесь больше половины картины такая. Чтобы вы понимали, вот это я в воскресенье рисовала, и сегодня уже час рисую. Как вам? Без перерыва рисую. Это весь результат на данный момент. В общем, надолго мне хватит этой картины. А для тех, кто в Беларуси, и кто, в общем, пропустил распродажу Озбай на эти картины по номерам, я вам расскажу, что сегодня, мне уже Марина позвонила, сообщила, с сегодняшнего дня и до 30 ноября скидки опять возобновились, потому что Черная Пятница же везде. Все же скидки делают. Я, кстати, тоже весь товар оценила, но это не Черная Пятница, связанная с тем, что у меня привоз вот с минуты на минуту будет. Но мы не об этом. Мы о том, что на Озбай с сегодняшнего дня по 30 ноября вы можете заказать себе картины. Там, правда, не все на скидках, но выбор хороший, и скидки там 20-30%. Так что бегом, бегом на сайт покупать картины. И это, сидеть, рисовать. И контролировать свой мышлительный поток. Так, в общем, жду цветочки еще. Сегодня придут цветочки. И завтра с утра свадебный букет. И я вот думаю, его сегодня сделать или завтра. В общем, буду еще. Ко мне только что приехали цветочки. Одна коробочка, вторая. Так, во второй сразу вижу здесь. Только роза, наверное, или еще что-то. Похоже, только роза. Так, по розе. Кому интересно. Альба. Чекмейт красный. Так, что здесь? Здесь у меня эсперанца. И тут у меня фрутета. Красота, в общем. Так, здесь у меня все остальное должно лежать. Брасика. Смотрите, что появилось. Ранунклусы. Красные и розовые. Вувузелла. Розочка для свадебного букета. Три сорта хризантемы. Саптон, бакарди и зембла. Белая должна быть. Потом вот такая сортовая гвоздичка. Так, что здесь еще? Кустовая. Это азора. Альстромерия. Вон там еще гвоздичка. Хамилациум розовый. Должен быть еще белый. Что еще? Еще розочка. Сильвер шедо. И Адилия вроде бы. А, еще красная гвоздика. Вон там вот далеко лежит. Видите? Надеюсь, вы все увидели. Насколько я смогла, я показала. А сейчас буду просто по валочкам расставлять. И потом будет все-таки проще все увидеть, что я привезу. Слушайте, ситуация такова. Так как мне сегодня достаточно поздно привезли весь мой привоз. Сейчас я рассчитывала, что я успею его весь почистить и отложить цветы на свадебный букет. Но уже делать вряд ли я сегодня его буду. В итоге у меня уже без 10,8. И я понимаю, что я даже дочистить не успеваю цветы. У меня осталось две пачки розы, хоризонтема, красная гвоздичка. Все остальное почистила, расставила. Ну, тут еще люди заходили, общалась, знаете, то есть отвлекалась. Если бы, может быть, не отвлекалась, может быть, бы розу так точно дочистила. Но мы не об этом. В любой другой день я бы, наверное, осталась. Потому что, в принципе, тут работы минут на 30, ну максимум 40, если гвоздичка совсем там слабенькая будет. И что? Я, в общем, оставляю все до завтра. Потому что сегодня Яна поехала к моей маме после школы. И мне надо забрать, то есть поехать к маме, забрать Яну, оттуда еще в магазин. Пока мы приедем домой, потом поужинать. Это уже будет ночь, а мы сейчас стараемся пораньше ложиться спать. Так что я успела тут подсчитать, что мне надо приблизительно по бюджету, какие цветы на свадебные. Пока отложила в отдельную вазочку. Не все. Там еще роза отопьется, нежно-розовенькая гвоздичка отопьется. Это я уже завтра добавлю. Поэтому, да, букет я завтра с утра здесь буду делать. Они сказали, в 11 это буду забирать. Ну, а я в 8 с копейками буду. Сразу с утра начну. Как раз будет ему время привыкнуть еще к цветочкам друг к дружке. Конечно, лучше с вечера делать такие букеты, но ничего. Я думаю, что все будет хорошо. Так, так что сейчас я могу вам показать, что у меня там в холодильнике творится. Но сейчас вы особо не увидите у меня там друг на друге вазу. Это уже завтра вы хорошо увидите ассортимент. И тогда все тут. Прибираюсь по-быстренькому. И собираюсь ровненько в 8 закроюсь и побегу, поеду к маме. Чтобы время не перестало. Ну вот, чтобы вы понимали. Видите? То есть, альбу, чекмейт я почистила. Очень кустовая роза была. Такая колючая. Вот на ней я долго очень стояла. Так, фрутетту эсперанцев поставила просто на водичку. Вот за... Брасику вы видели. Так, вот такая гвоздичка. И устома, альстромерия. Вот там у меня еще много всего. Ну, в общем, тут видите, оно закрыто другими цветами. Поэтому очень сложно вам показать. Пока оставляю все в таком виде. И тогда бегу собираться. Все, я уже полностью собралась. Все выключила. Взяла маме хризантемку в виде ромашки и эту картину. Она каждый раз мне напоминает, когда я ее ей привезу. Потому что ей в комнате она очень хорошо подходит. И я каждый раз забываю. Сегодня точно уже не забуду. Все лежит. Я полностью одета. Все выключено. И у меня без двух минут. Так что две минуты еще постою и пойду. Ой, слушайте, мои хорошие. У нас уже начало 10-го. Мы с Яной только зашли в дом. Я еле дышу, потому что у нас лифт сломался. В общем, пока с Яной поднялись вдвоем. Такие смешные. Все, мы дома. Я уже хочу отдыхать. Но перед этим я смонтирую вам видео. Которое именно сегодня получилось. Ну, а завтра, как вы понимаете, уже можно даже анонс не делать. Завтра по-любому буду снимать букетик свадебный. Поэтому надо выспаться, чтобы проснуться в хорошем настроении духа. И с максимальным вдохновением на свадебный букет. С позитивным обязательно настроем. Потому что свадебный букет надо обязательно делать с максимально хорошим настроением. Чтобы передать самые лучшие пожелания молодоженам. Хотя там уже не молодожены. Они уже год назад поженились. Просто свадьбы играют завтра. Но не важно. Все равно свадебный букет это достаточно такой важный энергетический символ. Который передает энергию невесте и в целом паре. Благодарю вас всех за то, что смотрите. За комментарии, за подписки. Я вас очень сильно люблю. И скоро обязательно увидимся. Все, пока-пока.